Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё о БУ-запчастях. Помните, что в «АвтоСтронг-М» огромное количество запчастей, в частности рулевых реек, быстрая доставка и отличный сервис. И прямо сейчас на нашем огромном складе в городе Минске на Домбровской 15 мы разберем двигатель Sofim 8140 с Opel Movano. Встречаем! Двигатель, о котором сейчас пойдет речь, был создан предприятием, которое было учреждено компаниями Renault, Fiat и Alfa Romeo в 1974 году. Это предприятие называлось Sofim. Оно просуществовало под этим названием до покупки его компанией Iveco в 1981 году. До этого события компания успела выпустить 2,2,4-литровые вихрекамерные дизели, которые устанавливались на легкие коммерческие автомобили, а также устанавливались на легковые Fiat. Данные дизели известны под индексом 8140 на итальянских автомобилях и S8U для автомобилей Renault. Данные дизели просуществовали на конвейере до 2006 года. За это время объем успел подрасти до 2,8. Вихрекамерный дизель эволюционировал до дизеля с непосредственным впрыском, а затем и до полноценного Common Rail. Правда, на версии двигателя с объемом 2,8. Турбированные версии появились в 1985 году. По механике в данных дизелях особо ничего не менялось. В ГБЦ один распредвал, который приводит 8 клапанов, и в их приводе нет гидрокомпенсаторов. Данные дизели получили широкое применение на коммерческих автомобилях Peugeot, Renault, Citroen, Fiat и Iveco. Двигатель S8U существует с вихрекамерным и непосредственным впрыском, также в атмосферном варианте и турбированном. Данный двигатель до 2001 года устанавливали на Renault Master и Renault Traffic, а также на их клоны Opel Movano и Nissan Interstart. Турбированные версии данного двигателя устанавливались на Fiat Chroma, Lancia Tema и Renault Chafran. В зависимости от версии данный двигатель развивает от 76 до 115 лошадиных сил. Прямо сейчас мы будем разбирать двигатель Sofim 8140 снятый с Opel Movano объемом 2.5 на автомобилях Renault и их клонах Opel. Данный двигатель имеет индекс S8U. Двигатель S8U – это классический миллионник, просто недорог в обслуживании. Самая распространенная проблема в нем – это течи масла. Дело в том, что снизу к блоку двигателя прикручена бугельная плита. Это все уплотняется двумя прокладками. Со временем прокладки рассыхаются и начинают пропускать масло. Чтобы решить эту проблему, надо разбирать двигатель. Говорят, что в загранпаспорте у него имя и фамилия написаны как Виктор Райнс. Встречаем, Павел. Мы начинаем нашу разборочку. На двигателе 2.5 впускной коллектор ничем не примечателен. А вот на двигателе 2.8 впускной коллектор совершенно другой. В нем присутствует факельная свеча, которая нагревает воздух перед запуском двигателя и в первые минуты после начала работы. То есть на этом двигателе свечи накала абсолютно обыкновенные и находятся в ГБЦ. Вот еще одна не последняя оригинальная деталь данного двигателя – помпа системы охлаждения. Она встроена в правую опору двигателя. Заметьте, здесь еще есть демпфер натяжного ролика ремня ГРМ. Легковые двигатели имеют свое обозначение 8144. Они отличаются от коммерческих 8140 приводом ГРМ. У коммерческих в приводе ГРМ зубчатый ремень, а у легковых комбинированный. То есть там присутствуют и ремень и шестерни. Хотя комбинированный привод присутствует и в двигателях 2.5D для коммерческого транспорта. К блоку двигателя прикручен вспомогательный блок, который приводится ремнем ГРМ. Там куча шестеренок, которые приводят ТНВД, вакуумный насос, маслонасос и насос гидроусилителя. По регламенту автомобилей Opel ремень ГРМ надо менять каждые 60 тысяч километров. По регламенту Renault каждый 82 500 километров на автомобилях Iveco. Чтобы заменить ремень, надо подразобрать передок, снять радиатор, чтобы получить доступ к ремню ГРМ, его роликам и болтам. При больших пробегах стоит уделять внимание шкиву коленвала. Дело в том, что изнашиваются его зубья и ускоренно изнашивают ремень. Если ремень на данном двигателе рвется, то поршни загибают клапаны. Данному двигателю достался одноплунжерный механический ТНВД распределительного типа. Вообще, он был создан для легковых автомобилей, поэтому способен дать дизелю более резвые отклики на педали акселератора. Данные ТНВД надежные и неприхотливые, способны работать практически на любой солярке. Но если в топливе присутствует вода, то некоторые элементы страдают от коррозии. В первую очередь страдает плунжер и нагнетательные клапаны, дозирующая муфта и кулачковая шайба. В этом ТНВД все регулировки механические. В корпусе находится всережимный регулятор. Благодаря этому регулятору регулируется подача топлива в зависимости от нагрузок на двигатель. То есть, благодаря этому регулятору мотор спокойно реагирует на увеличение нагрузок и не требует от водителя дополнительной подачи топлива нажатием на педаль акселератора. Всережимный регулятор через систему рычагов перемещает дозирующую муфту, которая и определяет активный ход плунжера. Если двигатель не сбрасывает холостые обороты до требуемых 700-800, одержит их на 2000, то надо менять скользящую ось регулятора. В этом ТНВД много резиновых уплотнений, которые с годами дают течь. В основном течь образуется по оси газа. Чтобы ее устранить, надо поменять маленькую прокладочку, которая находится внутри. Но на ТНВД с большими пробегами иногда приходится менять ось газа целиком из-за выработки. На этом ТНВД, как видите, все регулировки механические и даже цикловая подача регулируется отдельным винтом. А вот этот демпфер служит для того, чтобы при отпускании газа с высоких оборотов машина не хлевала носом. То есть подача топлива уменьшается плавно. Также на этом ТНВД вручную устанавливается угол опережения впрыска. Это делается на двигателе. После установки первого цилиндра в положении верхней мертвой точки и установки индикатора на ТНВД. Двигатель предпочитает дизельный более ранний впрыск. Для этого, условно говоря, вал ТНВД должен опережать коленвал на определенное количество градусов. ТНВД Bosch VE оснащен гидромеханическим автоматом опережения впрысков, который приводится ростом давления. То есть, чем больше давление, тем больше угол опережения впрыска. Вот он, вспомогательный привод навесного оборудования во всей красе. Он приводит насос гидроусилителя, ТНВД, вакуумный насос. Внутри масляный насос, четыре насоса. Как тебе такое, Илон Маск? Механические форсунки надежны и неприхотливы. Ремонтируются недорого, но зачем вам ремонтировать форсунки, если по отличной цене вы можете их купить в «АвтоСтронг-М». Один распредвал, 8 клапанов и никаких гидрокомпенсаторов. Черное масло, в принципе, это нормально для дизеля, но это масло уже начало превращаться в гуталин. Но кулачки, к нашему удивлению, не пострадали. Тепловые зазоры регулируются шайбами. Правильный зазор для впускных и выпускных клапанов полмиллиметра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова При больших пробегах и, вероятно, проблемами с подачей топлива, либо же проблемами с распылением топлива, голова перегревается и это приводит к трещинам в головке блока. Но в данном случае мы видим идеальную ГБЦ. Обратим внимание, что вот это вихрекамеры, форсунки впрыскивают топливо в них, там оно воспламеняется, завихряется и вылетает, догорая над поршнями. Отметим, что форкамеры и вихрекамеры нужны для вот такого допотопного дизеля, чтобы он работал тише, потому что если бы топливо непосредственно впрыскивалось в цилиндры, то дизель бы грохотал. Для гражданской техники это так себе, но для танка самое то. Нам и вам обязательно запомнится этот двигатель. Он очень креативен, а именно очень креативные рисунки на донышках поршней. Может быть, благодаря этим рисункам идеальное состояние цилиндров. Хон присутствует, задиров нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот та самая бугельная плита, о которой мы рассказывали в начале. А вот те самые две прокладки, которые со временем рассыхаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы спасти этот двигатель от течи масла, надо оголять коленвал и менять вот эти две прокладки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поршни здесь отличной дизайнерской конструкции. Посмотрите, какие они олдскульные и массивные. Очень хорошо лежат в руке. Маслосъемное кольцо не закоксовано, компрессионные кольца не залегли. А вот износ вкладышей шатунных присутствует на всех поршнях. Даже есть задиры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И напоследок мы обратили внимание на огромный, на наш взгляд, зазор поршневых колец. Напишите в комментариях, у двигателя Sofim это нормально или нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что сказать по коренным вкладышам? Им да. Что очень странно, у коленвала нет задиров. То есть на первый взгляд коленвал в неплохом состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разборка закончена. И сегодня мы разобрали настоящий миллионник, спроектированный итальянскими инженерами. Не забывайте менять масло. И такие моторы будут ходить очень долго. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». АвтоСтронг!